Первые в Минске проведут конкурс на выбор подрядчика коммунальных услуг. Не только ЖЭО, но и профильные фирмы смогут побороться за права обслуживать один из районов столиц. Кроме выполнения всех технических требований, конкурентным преимуществом будет еще и цена. Какую пользу получат от этого горожане, спросим у нашего экономического возревателя Анны Рублевой. Добрый вечер, Анна. Так как это скажется на качестве сервиса? Добрый вечер, Игорь. Конечно, покажет время. Но судите сами, если управление готово работать в будние дни, то частник готов решить бытовые проблемы и в выходные, и в поздние часы. С учетом того, что цена определяющий фактор, то, скорее всего, подрядчики сохранят семейный бюджет. Речь идет о том, что сервисная компания должна подстроиться под потребности жильцов, в том числе и при необходимости предоставить рассрочку на сантехнические услуги, а также уборку и ремонт. Контроль со стороны ЖКХ будет самым строгим, независимо от формы собственности компании, которая выиграет конкурс. Туристический поток может увеличиться за счет гостей из Екатеринбурга. Дорожная карта между Белоруссией и Уралом подписана накануне в столице Свердловской области. В ней представлены не просто возможности нашей страны, но и актуальные направления. Это агроусадьбы, спортивный отдых и даже промышленный туризм. Ключевой вопрос – это необходимость прямого рейса между Минском и Екатеринбургом. В этом году березового сока соберут меньше, чем в прошлом. В Белгоспищепроме не планируют превышать планку в 13 тысяч тонн. Этого хватит, чтобы закрыть не только потребности внутреннего рынка, но и отправить на экспорт. В Брестской области сбор сока уже заканчивают. В самом северном регионе Витебской области приступили к подсочке. Самые дешевые билеты в этом году можно будет купить на 6 июня. Известный агрегатор авиарейсов проанализировал миллионы предложений по всему миру. И выяснилось, что в сентябре стоимость путешествий снижается в среднем на 7%. Самые дорогие путешествия в декабре, а дешевые в мае и ноябре. При этом сэкономить почти 80% можно на европейских и азиатских рейсах. Если вы бронируете, конечно, билет за 5-6 месяцев. А вот самым дорогим днем в 2017 станет 9 июля. Если поездка в это время обязательно, то лучше перенести ее на самое начало месяца. И о торгах на валютно-фондовой бирже. Курс евро на завтра 2 рубля и 3 копейки и доллар 1 рубль и 87 копеек. В обмен на сотню российских рублей дают 3 рубля и 29 копеек. Такими были деловые новости вторника. Игорь.